Привет, друзья, с вами Кик. Меня не было больше года. Несколько раз стал делать видео, но не получалось. Так что, если честно, это видео будет, наверное, дубль 10-15. Но попробую еще раз. Это видео будет из нескольких частей. Первое, почему меня не было. Второе, что происходит в финансовом мире, скажем так. Какие изменения масштабные. Третье будет, как все это связано с ковидом. Четвертая часть будет про Ripple XRP, которую все ждут. Но тут, в этом видео, думаю, самую малую часть я скажу про Ripple XRP. Потому что касательно этого, думаю, можно с легкостью много отдельных видео записать. И пятая часть будет личная, как и первая часть. Итак, почему меня не было. Думаю, правильно, если мы можем громко говорить про наши удачи. И в делах, и в жизни. Они, как мужчины, мы должны иметь и смелость говорить про то, что в нас плохое. Про то, что плохое в нас есть. И черта характера, так сказать. Плохие черта характера. Потому что про хорошие черты, думаю, другим стоит говорить. Про твои хорошие черты. А про свои плохие лучше самому, да? Вот. Первая часть будет про это. Я вырос в семье, где у отца не было времени на семью. Он делал все, чтобы нас обеспечить. Но времени, как таковое, что я, к примеру, как сын, мог проводить со своим отцом, такого не было. Очень изредка. И настолько очень изредка, что можно вспомнить каждый момент. Почему так было? Потому что у отца не было времени. Масштаб той работы, которую он взял на свои плечи, не оставлял. Это было нормально. Что этот масштаб не мог оставить даже часок на семью. Когда-то ребенок давит как-то. Но со временем, когда взрослешь, понимаешь, что, в принципе, другого варианта не было. Иначе он бы не смог сделать то, что сделал. И поскольку многие из нас похожи на своих отцов, я тоже похож на своего отца. То, что видел, то тем и стал. И у меня тоже нет времени на свою семью, на близких. То есть, кто общается со мной? Наверное, тот, кто принимает меня таким, каким я есть. Что могу позвонить раз в шесть месяцев или раз в год. Если нужна помощь, я сразу там. Но позвонить, узнать, как дела, как встречаться, выпить что-то, поговорить как-то. Во мне этого нет. Это супер для работы. Почему? Потому что это компенсируется. Это не общение. Компенсируется в том, что для тебя то, что ты делаешь, это все. И твоя самая любимая игра. Самое любимое времяпровождение. Твой самый лучший друг, твое дело. И, наверное, отчасти жена и ребенок. Потому что шансов очень мало не достичь чего-то при таком восторге. Ты обожаешь то, что ты делаешь. Как могу сказать. И мой отец не общался со мной, я не общался с ним. Хотя он жил всего лишь три остановки вверх. В начале девятнадцатого года однажды мой отец встретил, мы встретились. И он сказал, что, сын, пожалуйста, продолжай делать видео. Твоя сестра показала мне, что у тебя есть канал, в котором ты есть. И я хоть как-то тебя вижу. И вот скучаю, смотри твое видео. У него было выражение. Я не понимаю, что ты говоришь, но мне очень приятно твой голос. И это мне, когда я говорил про математику вообще с отцом. Или про то, что я люблю инвестирование. Он всегда в конце... То есть он слушал. И потом так, когда я останавливался, он говорил всегда. Я не понимаю, что ты говоришь, но мне приятен твой голос. И вот в конце девятнадцатого года, когда я встретился с отцом, раз в шесть месяцев, повторюсь, или раз в год мы встречались, даже не созванивались. Потому что он так со своим делом, я так со своим делом. Он сказал, что, пожалуйста, продолжай делать видео. Я так тебя вижу и так... Мне приятно. После этого, если честно, я продолжал делать видео на Кик Крипто, потому что знал, что отец смотрит. И это для меня самое лучшее чувство бывает. Во мне, что как только я опубликую видео, обязательно отец посмотрит. Мой отец живет отдельно. И в конце августа, совершенно случайно, мой брат поехал к отцу и увидел, что он в критическом состоянии. Сразу же он позвонил мне, мы взяли отца в больницу. И можно сказать, что мы не выходили из больниц, потому что если и выходили, то на несколько дней нам становилось лучше. Я так и писал в Телеграме. Тогда я начал не делать видео. Потому что, ну, человек, для которого, по сути, делаю видео, он со мной, я с ним в больнице. Извините, но так честно будет сказать. Потому что самое большое удовольствие для меня, это было то, что отец смотрит. Мы были в больницах. У меня несколько дней выходили, и поскольку его становилось лучше, я писал так и в Телеграме, что мы не умираем, нам все хорошо, мы идем домой. Но обратно, через несколько дней, в больницу опять. Итак, мы не выходили из больницы до конца 28 февраля этого года, 2020, когда мой отец умер. Ему было 58. Никто из нас этого не ожидал, потому что он вел фантастически здоровый образ жизни. Все время в походах. У него было очень сильное тело и здоровье. Но вот за несколько месяцев просто человек на твоих глазах слабеет, слабеет, слабеет и гаснет. Конечно, это была большая потеря и для семьи, настроя детей. Я, мой младший брат и моя сестра. И это была большая потеря для всей страны, потому что тот масштаб, повторюсь, работы, который он сделал, и еще и тот масштаб, который оставил незаконченным. его все знали и все любили. Из-за его чистоту, искренности, правильности. Так вот, почему я лично, мне было очень больно, потому что я понимал, что из-за того, что я с ним так мало общался, вот поэтому в первый раз мы его в больницу отвезли, когда вот стало настолько критично. И совершенно случайно. если бы мой брат не поехал в этот день совершенно случайно к моему отцу, он даже не позвонил, чтобы сказать, что ему плохо. Он был таким человеком. Все сам. Все сам. И ни в коем случае никого не будет говорить, что я плох, или помогите этим, помогите другим. в больнице за эти шесть месяцев я со своим отцом общался больше, чем, наверное, всю свою жизнь. Помню, когда в последний раз он был плох в больнице, он вот так взял, я подошел, он сказал, прости меня, я был плохим отцом. и я сказал, что ну, да, ты был плохим отцом. Если посмотреть с той стороны, что ты вообще не приходил, не сидел с нами, ты не спрашивал меня, как дела в школе и все такое. Или кто тебя побил. с этой стороны, да, ты плохой отец, но с той стороны, что я не умею останавливаться, сдаваться, говорить, что ну, не получилось, но то, но сё. У меня этого нету, и это из-за того, какой ты. Мои все удачи, из-за того, что я, у меня был такой отец, как ты. И это воспитание основа моих удач. Ты самый лучший отец, потому что то, что важно, то, что правильно, ты научил меня. Вот с этой стороны, ты не заменим отец. Он улыбнулся. Так, после того, как отец умер, мне было довольно трудно. Я отошел от многих тел. И ну, для того, чтобы успокоиться, я принимал некоторые лекарства. Замечу, что никакого наркотика или что-то подобное этому я не принимал. Никогда не принимал, и думаю, что никогда не буду принимать. просто успокаивающие лекарства. Но поскольку перебошил очень сильно, у меня был передоз. И да, я думаю, что мы должны... Это не делает меня слабым говорить то, что я перебошил с лекарствами, и мне было очень ужасно. Потому что, если я могу сказать, что, знаете, вот какой я удачлив, мои все инвестиции тысячи плюс процентов. Вот. Там я силен, а тут я не силен. С эмоциональной стороны я все это накоплю, накопливается, накопливается, и бум, один день. У меня так. У меня так было, когда мой друг скончался, но не скончался. Он сбросил себя. И я... Я думаю, что если я... Ну, не если я, а когда я умру, в любом случае, я его увижу, скажем, предположим, и тогда ему будет очень плохо. Ха! Да. Ну, в общем, вернемся к отцу. Просто что я хочу сказать, что смерть друга тоже. Я годами не мог это переварить, и в один день это ушло. Это чувство вины. Но чувство вины, что из-за меня, из-за какой я, я отца перевел в больницу в таком катастрофическом ситуации, вот эта вина была очень сильная. Не то, что этой вины сейчас нету, но как-то после вот этих лекарств нет худа без добра. Как-то это чувство оставило меня, потому что нельзя винить себя в так, в том, какой ты, это не, ну, это то, каким ты есть. это то, каким твой отец. И яблоко от яблова недалеко падает, правильно? Не знаю. Что-то все равно, какая-то вина все равно останется. Такое чувство. Но та грань, которую я смог перейти, чтобы работать, я это сделал. снова работать, снова продолжить дело. Потому что я думаю, что от того меня, который не смог это перебороть, вот это мой отец точно не одобрил бы. Вот почему меня не было. Вторая часть видео будет про мой телеграм-канал и про инвестиции, о которых я там говорил. Как только отца стало плохо, я никого в принципе уже не добавлял. И там около 60-70 человек. Как были, так и остались. Я не хотел никого добавлять, потому что во-первых, периодически меня не было. И эмоционально я не хотел новых, просто новых людей. Как ответ к той огромной поддержке, которая у меня была из ребят, многие из которых уже стали мне очень близкими людьми. но это не делает то, что я напишу как вы. Ну, раз в год да, раз в 6 месяцев напишу. В ответ на эту поддержку я старался максимум говорить, поставлять контент, который помог бы сориентироваться с этими огромными изменениями, которые в мире происходят, и минимализировать потери средств. Поэтому со всего спектра криптовалюта, что входит в второчный портфель, что идет в основной портфель, акции, что покупать, форекс-рынок, какие пейры, USDX вверх или вниз, почему, фунт против доллара, франк против доллара, серебро, золото, плотинюм, палладиум, литиюм, никель. По всему спектру, что я понимал, я поставлял там периодически, говорил почему, что, куда должно двигаться. И я думаю, что 70 человек, 60 или 70 человек, если тут я что-то совру, они точно, кто-то из них напишет, что вот кик соврал. И думаю, что я могу сказать, что я не не было, что поставил, что покупать или продавать, и из-за чего кто-то мог потерять средства, если не перебаршивал с рисками. К примеру, касательно кризиса. Я в Телеграм помню, что написал «Прошайте кризис, потому что Америка переновывается в Федерику». Фед, федеральный лидер. Ну, потому что как может быть кризис, если федеральная лидерная система будет покупать все? Ну, о чем ведь? Ну, почему будет покупать все? Это вообще отдельная тема. касательно моего портфолио криптовалюте 80% как минимум, дали несколько сотен процентов и некоторые выше тысячи процентов прибыли за этот год. То, что Ripple еще не дал прибыли, это абсолютно не меняет и не разочаровывает меня в этом активе. Есть такое понимание, да? Fake it before make it. Так вот, если link fake it before make it, то у XRP нету вот этого плана. А у link есть, к примеру. Так что нельзя считать актив нехорошим, если он не следует этой тактике. Многие из-за этой тактики приносят прибыль. Вот поэтому у меня есть и вторичный портфель, и первичный портфель. В первичном портфолио это надолго лучшие технологии. То, что оправдывает себя в вторичном портфеле, не со стороны цены, абсолютно, а со стороны внедения, тут идет в основной портфель. Добавляется сумма этого актива и идет в основной портфель. Касательно акций, не важно, это Fever Network или же это Tesla, когда все это стоило довольно дешево. Tesla было где-то 300, Fever тоже Virgin Galactics, ну, там много акций. Fever несколько сотен процентов, Tesla фантастика просто. Один, мне что нравится в группе, что есть люди, которые не только я делаю ресерч, поставляю там, это я вижу, это тоже. Есть и другие, которые очень хорошие проекты находят и ставят там. Это как бы уже большая семья, чтобы для всех было хорошо. Я думаю, что и в акциях, я не думаю, я уверен, что и в акциях, и в криптовалюте, и в акциях я поставлял очень хорошие возможности. так же, как и с форекс-рынком. До того, как что-то произойдет, периодически повторяю, что будет, чтобы ни в коем случае из-за других массово так очень знаменитых людей не терять деньги, которые как идиоты шортят рынок. Зная, спланируя, с аккуратным дизайном, как убивают бренд доллара сами. Сами создали и сами убивают. Но тот формат доллара, который и сейчас. Это, ну, я касательно это сделаю отдельное видео, и я уверен, что это будет очень интересная информация для вас, очень поможет правильно сориентироваться, что происходит с долларом, итоги Брексита, как зарабатывать на этом, что происходит с Китаем, вообще, что происходит с золотым селегром, новая эра спектра, новый спектр для инвестиций, потому что этот спектр обеспечивает вот эту эру, это просто фантастика. У нас была эра нефти, сейчас эра электродвигателей, не только электродвигателей, вообще, что покупать, что в этих двигателях, начиная с этого, заканчивая, у нас были перелеты на 12 часов, 14 часов от одного места, скажем, от Москвы до Нью-Йорка, или же от Нью-Йорка в Лондон, все это меняется, суперсоник, за два часа из Нью-Йорка в Лондон, вот эта сфера, сфера инвестиций, будущее, туризм, космический туризм, для многих это уууу, как долго, до, вообще, они знают, когда это будет, но нет, лет один, два, три, все, сейчас самое время покупать некоторые акции таких компаний, как только ковид начал, начался, ясно, до этого вообще, но после ковид, вообще, с другими темпами, я как-то писал в Телеграме, что я никогда настолько не разгонялся, и я думаю так, что если ты неправильно все бы понимал, ты просто не заработал бы, и повторюсь, все, кто есть в группе Телеграм, могут открыто сказать, что вот нет, вот это неправильно рекомендовал, вот это, вот это, вот это, так что в этом я уверен, что мне скрывать нечего, или же сказать, что вот смотрите, какой я гений, я не гений, я не умнее, возможно умнее некоторых, но я думаю, что зная и тратя время нам знать, накопливать знания, после этого все могут быть вот так, у многих очень много будет получаться, так что, да, спасибо всем ребятам в Телеграме за всю помощь, и думаю, я оплатил, как бы, дело не в деньгах, дело в том, что я делал максимум, чтобы как-то оплатить вам за эту поддержку, и думаю, что эта оплата как минимум знания, даже если не пользовались, не инвестировались, то как бы знания это пригодятся в будущем, да, третья часть будет про ковид, но будет коротко, потому что длинное видео я сниму отдельно, как и все изменения в мире, которые происходят, ковид в этом играет, играет огромную роль, и то, что я скажу, это недодумки, это доказуемо, и открыто, просто нужно связать все это. Попробую очень коротко сказать, что ковид, ковид это установка нового мирового порядка, но этот новый мировой порядок имеет несколько свои, да, как-то, на что держится время, к примеру, да, вот эта архитектура, и на этом держится что-то, эти столбы, да, эти столбы, вот, ковид, с помощью ковида поставляются все эти новые столбы. Мир настолько изменился, что уже Америка как бренд, и доллар как бренд вместо нефти. Почему доллар называется Петро Доллар? Если кто-то не знает, могу сделать про это тоже видео. Но доллар как оружие, как Петро Доллар, оно уже имеет конкурента. И этого конкурента создал сама Америка. У меня в одном из видео, в Телеграме, который я поставлял, там я говорил, как Клинтоны продали Америку. Там была книга. и Америка сама создала вот из-за своей жадности такого конкурента, у которого не смог выиграть технологическую войну, у которого не может выиграть трейд вор. вы создали такого монстра, что Америка не может его выиграть, победить. И идет на крайние меры. Как пошел на крайние меры, когда как самая последняя тварь бросила два бомбы на Хиросиме и Нагасаки. На мирных людей. Сейчас просто он не может этого сделать. Если мог, сразу бы сделал. Но просто не может, потому что в ответ и на него бомбы полетят. И все покатится к черту. Поэтому сейчас он этого не может делать. Но того монстра под названием Китай, который создал Америка, этот монстр сейчас говорит, что не только твой доллар и зерная валюта. Уже нет. Я не хочу с этим смириться. И ты не можешь не заставить с этим смириться. У нас 1,5 миллиарда. технологически выиграли тебя. У нас есть все технологии. И войны, и невойны. И сейчас мы хотим с тобой разговаривать как наравне, как минимум. Попробуй удаль меня со своим долларом еще раз. Это очень интересная тема. любая империя вообще такая. Она не может мириться с тем, что себя и жила. Все империи падали из-за этого. Из-за жадности. И Америка тоже падает из-за этого. И поэтому идет на крайние меры, как ковид. Потому что это стадия войны. Вообще война имеет несколько стадий. Первая это технологическая война. Вторая это как будет на русском трейдворк. И третий уже метод трейдворк, я не думаю, что это настанет. На что я остановился? На то, что да, первое изолирование таким образом Китая сразу очень сильное бьет по экономике. Но Китай удержался. Ковид еще долго будет делать, работать. Это одна часть или одна из столбов, о котором я говорил. Цель ковида. Потом систематически отключает все экономики мира. Ну, почему? Я был прав вообще. И когда прошлым летом говорил, что доллар уходит домой. Помните, такое видео было, что доллар и не нужно уже как оружие. Капитализм на максимуме. Сейчас пере идем в корпоракратию. в таком случае доллар не нужно. И оно может уже потерять свой статус, хотя бы частично. Но позволить кому-то занять место доллара они не будут. Я это тоже объяснял. Потому что вообще эволюция, любая эволюция и организма, и мировое изменение, как сказать. Вот в этом изменении есть финансовая эволюция. Мы не можем перейти к монетам, чтобы мы продавали, покупали что-то с помощью монет. Этого не будет никогда. Мы не будем идти обратно. я об этом тоже говорил, чтобы быть золотом обеспеченным долларом или что-то. Мы не можем. Это ненормально для эволюции идти обратно к тому, что не работало. И то, где мы, куда мы идем, это, как я говорил в то видео, в это видео, в прошлом летом это видео было. Если не мое, ничего. Резервный статус должна иметь валюта, которая ничего. Потому что все остальное уже чел. Помните это видео? Инвестируя в XRP я инвестирую в идею, которая очень возможно, что будет следующей эволюцией. Потому что Китай не будет хранить доллары. Китай сейчас хранит доллары, потому что это лидерная эволюция. Или Россия хранит доллары. Но если это не резервная валюта, никто не будет это хранить. Это ничем не обеспеченное. И то же самое обратно. Америка не будет хранить китайские деньги. Или российские деньги. Ничем не обеспеченное. Да, есть люди, которые говорят, что будет обеспечен золотом. Новые CBDC будут обеспечены золотом. Да, оно. Ну, сколько можно. И XRP Ripple имеет все шансы им пить этой валютой. Потому что идея в этом. Логичная эволюция в этом. Это медленный процесс. Я как-то сказал, что изменить финансовый мир, это как огромный танкер на полностью нагруженный идет. И ты хочешь вот это остановить, изменить направление, чтобы это пошло туда. Это возможно займет годы. Идея новых возможностей, новых, более независимых финансовых отношений между двумя партнерами и двумя врагами. Они не должны каждый от другого быть в зависимости. Посмотрим, получится это так или нет. Но эта идея мне очень нравится. Она очень красивая. Ты можешь не инвестировать, сказать, что у меня риск очень велик у Рыбла, что у него не получится. Вот поэтому я не инвестирую. Но сказать, что Рыбл скам это показать всем, насколько ты не понимаешь вообще, что происходит. К примеру, многие американцы хотят вот этот новый пакет дестимуляционных пакетов. Трамп, который сейчас добывается того, чтобы дестимуляционные пакеты были. Американцы думают, что Трамп это делает для них. Потому что Трамп их любит. Их всех любит. Бедные. А как из этого иметь прибыль? вот я могу точно сказать, что в Телеграм-канале все до одного я столько раз это повторял, что все знают как. И сделаю отдельное видео про это. И поставлю тут. И последнее. Почему я сказал, что если я останусь в городе, буду делать видео? Потому что как большинство из вас знает или все меня не зовут Кик. Это кличка, который остался от Кик Обзора. Потом Кик Мувис, стал Кик Мувис, потом Кик Брейнс, много каналов. Вот Кик и так и остался. Когда встречают меня, говорят привет Кик. Ну привет. Так что Кик не мое имя. Второе это мой акцент. Я помню, что наверное под каждым видео было комментарий несколько, что вот у него акцент вдруг такой, на английском, на русском. Так вот у меня акцент и на своем родном языке и очень сильный. Из-за этого меня часто спрашивают ты отсюда? Я тут родился и вирус. Ну это эффект или дефект дефект не знаю. Ну такая уникальность. Меня на самом деле зовут Ти-ян на русском будет это тиран, но тиран это на армянском 180 градусов обратно тирану. То есть если это зло, то на армянском это добро. И я тиран карапетян можно сказать, что чистокровный армянин и со стороны матери, и со стороны отца. Мой отец сам вель карапетян. Его отец Гевур карапетян и так до карапет рейха основателя нашего рода. Как вы знаете, Армения воюет с Азербайджаном сейчас и с Азербайджаном и с Турцией. Турция в 1914 году сделал генназид армян. Потом это на не таком масштабе, но это тоже можно назвать уничтожение такое тотальное. Хотели сделали азербайджанцы, попытались. Дело в том, что нам, армянам, мы из-за я не хочу никого винить другого, других нации. Это из-за тебя, что ты все время терял земли. Это из-за твоей слабости, из-за твоей продажности, из-за твоей неспособности сделать страну сильным. Нельзя упрекать других в этом. Это из-за того, что ты такой. Поэтому, к сожалению, Армения все время теряла земли, земли, земли. И осталось вот столько. И сейчас это война. Это война для армянам. Арцах это тоже Армения. То же самое сказать, Тавуш это не Армения. Или Котайк это не Армения. То есть это часть Армении. Тоже армяне. Тоже самое армяне. Ничего другого. Мы воюем из-за того, что нам просто некуда отступить. Просто нету больше земли. чтобы дать. Это просто уже ничего не осталось от большой Армении. Осталось вот столько. И вот это столько хотят отобрать. И мы без этого уже ничем не останавливаем. У нас не будет страны. Вот поэтому в Армении неважно это 18-летний, 16-летний или 50-летний ему. Все сейчас идут на войну. самовольно. Никто никого не заставляет. Потому что просто это наш дом. И ничего больше не осталось. В идеологии турков я много был в Турции. Очень много по делам. Годами. И начиная чего учат в школах. С первых лет школы. Исламская империя султанская такое. Где на карте нету вообще Армении. Или у Азербайджанов тоже самое. Азербайджанцев. Мы идем на войну не обсуждая это правильно. Это нужно или нет. Я брошу свою семью. А как она будет жить? А как моя жена моя дочка? Варианта нету другого. Просто нету другого варианта. Они не будут жить, если ты не пойдешь на войну. Потому что мы знаем какой к сожалению тип с каким типом воюем. Они бомбят города Степанакер тщущие маленькие величис. Где простые люди жены дети это если я останусь в городе я сделаю видео. Но моя цель не остаться в городе. У меня дочка. У моего друга дочка. Сегодня директора кик обзор позвали на фронт сценариста скоро уже. сценариста тоже скоро уже пойдет. Я всем все что у меня есть я против войны. Против убийств. Но я рад буду быть своим другом. Я буду рад этому. Потому что я сражаюсь за вот это. за то, чтобы она имела право жить на хотя бы очень маленькой родине, но на своей родине. И чтобы она знала, что она армянка. И в конце видео я бы хотел закончить словами Эдмонда Берка. Так вот, его слова «Единственное, что требуется для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали». Эти слова бесценны просто. не так бы охарактеризовал своего отца. И так охарактеризую любого, кто делает хоть что-то для того, чтобы вопрос урегулировался без войны. Хоть слово. Миллион человек поставит одно слово. сделают одну подпись. Это миллион человек. Что они против войны. Они что? Я думаю, что и вправду единственное, что требуется для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Так что увидимся или нет. Пока.